Страх – это эмоция, которой подвластно очень многое. Люди по-разному реагируют на возможную опасность. Кто-то в ужасе старается спрятаться, другие и вовсе впадают в ступор перед смертоносной угрозой, иные теряют рассудок с разной скоростью и непредсказуемыми последствиями, а у кого-то это вызывает неподдельный интерес, граничащий то ли с невиданной глупостью и безрассудством, то ли с желанием изучить происхождение ужаса. Различные представители творческих направлений, начиная ещё с художников, прочухали, что пипл, оказывается, любит поиграть на очки нервах с их произведениями, давя на свои самые потаённые страхи. Естественно, мыслили люди 500 лет назад иначе, чем сейчас. Уверен, что реалистичное изображение ада, как, например, в картине Ганса Мемлинга, и по сей день доставляет некоторый дискомфорт у зрителя. А ведь раньше, как известно, европейцы были очень религиозны. Аналогичные произведения, связанные порой с мифологией и традиционными поверьями тогдашних человеков, были в том числе предостережением. Типа, не делай петушиных поступков, не попадёшь в ад, и не будут тебя черти натягивать. Не гуляй ночью по болотам, а то за ляжку схватит неистовый торфяной пиздно. Это страх тёмной стороны жизни, даже потусторонней. Вряд ли кто-то доподлинно сможет нам доложить, что, допустим, ему в преисподней порвали ану с кочергой. Так и со временем произведения стали меняться, забирая в себя всё самое едкое из области фантастики, мистики и кое-где психологии, как у Эдгара Алана По. Постепенно источник ужаса становился всё более осязаемым. Отчётливо это, конечно, удавалось изобразить именно в книгах, где за героя читателям приходилось переживать в моменты столкновения с угрозами. А особенно впечатлительным наверняка и самим Валерьянка была очень кстати. Говард любовный кузнец соврать не даст. Пожалуй, это первый писатель, ассоциирующийся конкретно у меня с ужасами. Банально, но пример ярчайший. Даже Брамстокер, написавший Дракулу, или Мэри Шелли с её Франкенштейном, мне идут на ум уже после Лавкрафта. Вероятно, потому что их книги напрямую к ужасам не относились. Это больше смесь европейской готической литературы с историческими фактами и легендами, иногда с примесью фантастики. Так вот, как известно, Говард был, пусть и не от мира сего, но одарённым молодым человеком и безмерно эмоциональным. Способность пропускать первобытный страх сквозь себя, комбинировать его с мистикой европейской готикой, вести нить повествования от настоящего времени до периодов, когда и людей-то на Земле ещё не было, дабы закрыть как можно больше сюжетных дыр, позволили ему добиться колоссального успеха и признания, правда, большей частью после его смерти. А главное, что некоторые приёмы актуальны по сей день как на бумаге, так и на киноплёнке, так и на жёстких и не очень дисках в виде игр. Тут можно остановиться поподробнее. Во-первых, в лавкрафтовском творчестве фокус смещён с главного героя на антагониста. Автор мыслил очень глобально, отходя от классической модели повествования, где всё, как правило, крутится вокруг протагониста. Второй момент вытекает из первого. Персонажи — это простые человеки, хрупкие и уязвимые. В гуще событий им практически не на кого полагаться, а источник угроз буквально предсказывает, шаги своей цели далеко наперёд. В-третьих, весик Шон зачастую происходит в небольших поселениях или отдалённых от цивилизации местах. С некоторыми исключениями и если не учитывать глобальные полёты фантазии Говарда. Приём далеко не нов, но вкупе с остальными идеями получается практически идеальный хоррор. Ну и в-четвёртых, это тайны, созданные лавкрафтом вселенной. Авторам подано ровно столько информации, чтобы читатель смог погрузиться в сеттинг, но не сорвать главную интригу. Пожалуй, из основных моментов это всё. Не секрет, что многие писатели ужастиков и триллеров переняли и успешно реализовали в своих книгах данные фишки. Один Стивен Кинг, чего стоит со своими рассказами прямиком из глухих американских городков, источник вдохновения у него что надо. Теперь же нырнём во времени на несколько десятков лет вперёд, в эру уже неплохо так развившегося кинематографа. Конечно, и в годы жизни Говарда Филлипса фильмы уже вовсю крутились в кинотеатрах, в том числе и ужасы. Правда, до 50-х это были чаще кинчики о вампирах, о живших монстрах и других персонажах литературы 19 века. А такие имена, как Борис Карлов, Лон Чейни-младший и Белла Лугоши красовались едва ли не на каждом втором постере. А вот начиная с 50-х как раз, когда книжные страшилки и фантастика золотой эпохи перешли на телеэкраны, в жанре появилось два новых стула. Психологические ужастики, тесно переплетённые с триллерами и детективами, и научно-фантастические хорроры. Речь, само собой, пойдёт о вторых. Несмотря на то, что жанр триллера, где в те годы преуспел Хичкок, был общественностью более востребован, фильмы о внеземном вторжении также имели успех в прокате. И это неспроста. Ведь началась холодная война, люди были потрясены ужасами не так давно закончившейся Второй мировой. Паранойя, присущая обоим жанрам, так или иначе присутствовала в западном обществе. Так, в 1956 году, вышел фильм «Вторжение похитителей тел», рассказывающий об инопланетных захватчиках, как ни странно, растительного происхождения, которые могут создавать копии людей, дабы как можно скорее колонизировать планету. Не путать с фильмом «Похититель тел» 1945 года, где сюжет основан на реальных событиях и повествует о двух хитрожопых ирландцах, добывающих трупы для продажи в Медицинский институт Эдинбурга. К моему стыду, я смотрел только ленту 1978 года «Вторжение похитителей тел», но он также основан на книге Джека Финнея. Там ещё снялся Дональд Сазерленд. Может, это и не совсем корректно, оценивать картину по ремейку, но сюжет прямо заставляет напрячься. Слишком уж концепция хороша, когда герои осознают всю опасность скрытого вторжения слишком поздно, чтобы что-то можно было предпринять. Как раз и ощущается та слабость людей перед источником опасности. Её попросту можно не заметить. Но да ладно, немного отвлёкся. Чуть ранее, в 1951 году, почти внезапно, в первую очередь для меня, вышел фильм «Нечто из другого мира». Да, точно так же, как и кино 1982 года, он основан на книге «Кто идёт». Оригинальный фильм не слишком-то пересекается с работой Джона Кэмпбелла, однако и в нём были задействованы приёмы, актуальные до сих пор. То есть всё действие происходит в отдалённой глуши, как здесь, в Антарктике. Сильный враг, который может регенерировать и практически не имеет слабых мест. Герои, которые очень долго не имеют представления, как надо действовать против невиданной угрозы. И так далее. Мне этот фильм не показался прямо интересным, даже не из-за того, что он старый. Там есть эффектные сцены, но как же любили раньше понапихать любовные линии даже туда, где этого не требуется. А ещё просто не ощущается тот страх персонажей перед мать его инопланетянином. Вот чё она лыбится? Смешно, бля? Перед тем, как скатиться в слэшеры, где 30-летних школьников-подростков вырезает сильный злодей, ужасы успели приобрести наиболее совершенный вид в техническом плане. Концепцию научно-фантастических лен с монстрами внеземного происхождения прекрасно оживил Чужой 79-го года. Сценарист фильма Дэн О'Бэннон очень многое взял из его совместной дипломной работы с Джоном Карпентером под названием «Тёмная звезда», выпущенная в 74-м. Космический корабль вдали от Земли, угроза, что не позволяет просто так смотаться подальше. Пусть это был несерьёзный проект с космонавтами-расдолбаями, но множество моментов оттуда сделали кино Ридли Скотта культовым. А сам Карпентер, в 76-м почесав репу, решил выкупить права на экранизацию книги Кэмпбелла «Кто идёт» и через 6 лет сделать картину наиболее приближенную к оригиналу, то есть сохранив все имена, показав Антарктиду вместо Арктики, убрав догадки о крушении советского самолёта. Холодная война, как-никак. При этом, однако, сократив количество персонажей с 37 до 12, ведь за меньшим количеством героев следить гораздо легче, их проще запомнить. Без преувеличения скажу, что это, пожалуй, мой любимый фильм ужасов. Сейчас пойдут спойлеры, так что я снимаю с себя какую-либо ответственность, если кто-то вдруг хотел посмотреть его впервые, а оно того стоит. Да и в самой игре они будут, так что будьте внимательны. Я по большей части равнодушен к ужастикам, многие просто не умеют пугать своей атмосферой, звуками и общим настроением происходящего. Налепить скримеров, как это распространено сейчас, сможет любой постановщик-новичок, а погрузить зрителя в ледяной ад, где на сотни километров в любую сторону только снежные дюны, и заставить по-настоящему переживать за персонажей, которые пытаются почти подручными средствами одолеть невиданного монстра, под силу далеко не каждому режиссёру. В отличие от нечто 51-го года с угорающими красотками и слишком отважными героями, воспринимающими вторжение инопланетянина как схватку с заплутавшим диким кабанчиком, в варианте Карпентера протагонисты научились испытывать эмоции. Они терялись от непонятных приколов мутанта, испытывали паранойю, сходили с ума и попросту не могли доверять друг другу, потому что враг мог принимать человеческую форму, как в книге. Аниматронные монстры, созданные под руководством Роба Ботина вкупе с эмбиентом Энио Морриконе и звуковыми эффектами, напоминающими Индастриал, так или иначе заставят кровь в жилах зрителей немного подостыть. К слову, мне посчастливилось однажды попасть в кинотеатр, где крутят подобную классику на сеанс «Нечто». Будто бы в первый раз посмотрел, ещё и в первом ряду место было. Общий сюжет не сказать, что мега крутой, но его суть кроется в деталях. После того, как команда осознала, что нечто может принимать облик людей, маскируясь под полярников, встал вопрос о том, как можно вторженца вычислить. Оказалось, что космический чувак боится огня и очень плохо на него реагирует. А так как каждая инопланетная клетка, можно сказать, живёт своей отдельной жизнью, решение было простым да нельзя. Ткнуть раскалённой проволокой в кровь, взятой у ребят. Допустить побег засранца за пределы ледяного материка было нельзя. При таком раскладе мир пал бы за 27 тысяч часов, чуть более трёх лет. При всём этом помощь извне американцам ждать предстояло долго, ведь в порыве параноидальной шизофазии один член экспедиции разнёс узел связи. Вообще, пришелец в теле собаки попал на базу звёзднополосатых от норвежцев, о чём рассказывал приквел, выпущенный в 2011 году. В начальной сцене картины Карпентера, собственно, и была погоня за пёселем. Последний фильм очень бережно, считаю, отнёсся к ленте 82-го года. Закрыл некоторые дыры в сюжете, рассказал о том, как нашли самого мутанта и как он выбрался на волю, показал интересные моменты, попадающиеся в оригинале, например, когда персонаж Курта Рассела, МакКриди, исследует то, что осталось от норвежской станции, и так далее. И главное, из повествования не пропала паранойя и страх, что друг и товарищ может однажды тебя схавать без кетчупа. Кстати, там полярники открыли новый способ обнаружить неприятеля. Нечто не может воспроизводить инородные объекты в теле, как, допустим, металлические коронки на зубах, или пластины, которые ставят на кости после сложных переломов. Интересный поворот. Пусть у части персонажей те же коронки были фарфоровые, но иного подхода у команды не было. Так вот, спустя энное количество минут моей гениальной подводки, едва ли не сэра динозавров, время ответственно заявить, что в 2002 году английской студии Computer Artworks при поддержке издателей Universal Interactive, которая позже была переименована в Vivendi, на консолях и компьютаторах была выпущена игра по мотивам фильма «Нечто». Разработка, стоит сказать, началась аж в 2000 году. Я в неё играл ещё будучи школьником в те годы у приятелей соседнего двора. Атмосфера былых времён просто непередаваема. Старый деревянный двухэтажный дом с коммуналками, вонючим подъездом и лёгким ароматом Балтики, исходящего от спящего бати-кореша, лето, все заботы сводятся только к тому, чтобы выяснить, как можно круче и веселее провести досуг. Были же времена. Но, как бы я ни ностальгировал, вспомнить игру в деталях я не могу, потому что каждый минут 15 мы играли во что-то новое. А «Нечто» игра не для тупых шкелов. Там и думать надо порой, и даже иногда тактикульничать. Несмотря на то, что сюжет в ней является прямым продолжением культового кино, разрабы, пусть и с позволения правообладателя, там такого писть безобразия наделали, что уверен сам Карпентер в шоке. К слову, я у него спросил в фейсбуке, как он относится к этому творению. На начало написания сценария он мне так и не написал, но в конце ролика мы оценим его ответ. Если он поступит, конечно. А пока мы взглянем и вспомним, что представляла из себя в плане механика сюжета игра из бородатых годов. А тут определённо есть крутости, которые можно и нужно отметить. Первая и последняя работа никому не известной английской студии. Нечто от Компьютер Артворкс. Песняшка. Начинаешь сливать, да? Тему с противостоянием могущественному злодею можно обыграть по-разному. Часто разрабы выбирают тактику условного Резидент Эвила. Есть масса рядовых врагов, которые не дадут заскучать при обыске локаций, а где-нибудь в конце и местами в середине попадётся и сам антагонист. Есть и второй стул, где сели разработчики Alien Isolation. Мутант на протяжении практически всей игры кошмарит игрока, при этом встречи с обычными ботами никуда не исчезают. Акцент, однако, при этом здорово смещается. Компьютерное произведение искусства выбрали первый вариант. С одной стороны, логично, ведь нечто может мимикрировать плат практически любых живых существ. Собак и людей, если говорить про полярную экспедицию. Да и в фильмах было точно так же. В игре же всё не так просто с этим. Но обо всём, как говорится, по порядку. Для начала, конечно, я хочу сказать спасибо случайным и не слишком зрителям за то, что уделяете моим видосам время. Я очень это ценю и выражаю искреннюю благодарочку. Мне будет приятно видеть лукасики и комментики. Напишите, кстати, была ли у вас эта игра и что о ней думаете. Если опыт был консольный, то это вдвойне приветствуется. Вдруг есть какие-то отличия. Отдельное уважение моим спонсорам на Бусти. Редгус, Дмитрий Рейдж, Лита Атрейдис и Егор Родин. Ребята, которые поддержали моё скромное творчество денежкой. А ещё спонсоры могут решать судьбу дальнейших обзоров. У нас есть обсуждалка. Если у тебя есть возможность и главное желание помочь, ссылка на Бусти в описании. Как и ссылка на группу ВК с ржачными жипегами и на мои стримы на Васт. Очень иногда я решил выходить в прямой эфир, что анонсирую как раз в группе ВК. Так что заходи, не стесняйся и чувствуй себя как дома в нашем уютном клубе любителей пощекотать очко. Запустить старую игру на современных системах так просто может не получиться. Данный случай исключением не стал. Мой постоянный зритель под ником Исследователь скинул в сообщение моей группы торрентфайл с оригинальной игрой и всеми необходимыми но сиди, патчами и русификаторами. Я уже предвкушал, как погружусь в эту удивительную историю, но экзешник мне сказал ХЕР ТЕБЕ ВРЫЛА, СРАНЫЙ УРОТ! Увы, жонглирование настройками совместимости тут не помогло. Тогда в дело пошла тяжёлая артиллерия репак от Каталиста. Это единственная сборка, которую можно найти в интернете, помимо оригинальной, что мне скинули. Установив игру, выбрав озвучку от Фаргуса, ведь им я доверяю больше, чем кому-либо другому, я точно так же не смог с первого раза запустить нечто. Но тут уже помогли настройки совместимости, как видно на экране. Единственный прикол в том, что играть в 640 на 480 в соотношении 4 на 3 в 2021 году, наверное, немного так некомфортно. Как ни странно, решение я обнаружил точно там, где я искал его в случае с посвящённым. То есть, прогнав экзефайл через HexRedactor. На сайте vsgf.com на моё удивление и к этой полузабытой игрушке есть инструкция. Подставляем значение, запускаем в 640 на 480 и волшебным образом у нас Full HD в 16 на 9. Интересно отметить, что это один из тех холдовых проектов, где в папке с игрой можно посмотреть текстуры всех объектов. Персонажей, монстров, интерактивных предметов, общих интерьеров. Не знаю почему, но мне с детства нравилось рассматривать такие детали. Так вот, уже наконец запустив игру, оценив заставку, будто перенесённую из старых фильмов, в том числе и самого первого, время выбрать уровень сложности, которого тут нет как такового. За это здесь отвечает степень автонаводки. Да, решение очень необычное и немного странное. Учитывая, однако, то, что при стрельбе персонаж прицеливается автоматически, хотя и ручной режим есть, понять можно. От этого зависит, как ни удивительно, радиус, в котором главный герой будет сам замечать врагов и наводить на них пушку. Я не стал испытывать судьбу, пилить обзор слишком долго желания нет, поэтому, как трузумер поридж казуал, я выбрал первый вариант. Да и урона недруги наносят в любом случае прилично. Дело начинается на кем-то изрядно потрёпанной полярной станции. Мой любимый фаргус уже в деле. Лоши! Лоши! Так сразу и не понять, зовёт ли заплутавший в темноте парнишка своих, или это какой-то диалект старочувашского языка, ведь субтитров в игру не завезли. Почти внезапно он обнаруживает ещё одного полярника, но поговорить с ним не успевает. Разработчики решили сразу выложить всю интригу на стол и показать, чем в дальнейшем придётся иметь дело. Пацанчик, кстати говоря, не из пугливых и попытался дать пизд отбиться от мутанта, но, конечно, тщетно. А за кадром происходит в этот момент то, что уже меня немного стало смущать. Ржекает явно в чём-то заинтересованный человек, но об этом потом. Пора перенестись в настоящее игровое время. К развалинам американской следовательской станции для выяснения обстоятельств летит небольшой отряд военных под командованием офицера Блейка, нашего протагониста. Тот по рации совещается с полковником Уитли, своим начальником. Герой докладывает, что на базу будто Годзилла напал. Разрушено абсолютно всё, никаких признаков жизни. Уитли отдаёт приказ попытаться найти тут хоть что-то, что поможет установить причину аварии, хотя Блейк в этой операции очень сомневается. Но ничего не остаётся, приказ есть приказ. Напоследок, командиры рекомендуют долго не гулять на улице без шапки, так как в минус 40 можно и уши отморозить. Совет как бы дельный. Находясь вне помещения, шкала тепла будет потихоньку уменьшаться, и есть риск просто-напросто замёрзнуть. Поэтому важно глядеть по сторонам и находить укрытия, постройки, сараи и прочее, где ветер попу не задует. Бегать на свежем воздухе порой предстоит долго, но здесь уровни небольшие, а на любом здешнем участке ледяной пустыни, повторюсь, можно отогреться в уютной кладовке. Зайдя в руины, когда-то называвшейся уютной станцией с бильярдом и покером, презентуется механика взаимодействия с командой. Члены отряда, которые будут меняться по ходу игры, делятся на три класса. Инженеры в синих одеждах, что могут восстанавливать компьютеры, большие распределительные щитки, когда Блейк чинить может только маленькие, и даже машинки сохранения, медики с крестами на нашивках, что могут без использования аптечек лечить коллег, и бойцы в касках, у которых способности нет, но они всегда прикрывают спины товарищей. Да, здесь каждого дружественного NPC, если у него пустые карманы, нужно снабжать пушками и патронами, сами они этого делать не могут. Хотя они и с кулаками на монстров пойти готовы. Мое уважение таким смелым комрадам, они битву за Сталинград в первой колде выиграли. Состояния парней, ведь женщин в игре нет. Можно посмотреть в отдельном меню. Красная полоска отвечает за физическое здоровье, а зеленая за психическое каждого члена группы. Если последний показатель находится на низком уровне, то персонаж просто откажется подчиняться приказам командира. Да ни за что! Его можно заставить выполнять приказ под дулом автомата, но это также негативно скажется на настроение отряда. Если же она практически опустится до ноля, то есть если не давать аптечки, патроны, оружие, вести дружественный огонь, или в случае, когда им просто покажется, что Блейк заражен, о чем чуть далее, то NPC взбунтуется и атакует главного героя. Я до такого не доводил и дорожил каждым бойцом. Иногда, испытав сильное потрясение, например, увидев монстра или кровавое месиво, инженер или медик могут сильно испугаться, начнут говорить странные фразы или попросту проблюются или обоссутся. Не все могут справиться со страхом. В отдельных случаях они начнут палить во все стороны и забьются в угол, отказавшись слушаться. Тогда помочь сможет только дефицитный укол адреналина из отдельного меню предметов, о котором тоже позже. В состоянии крайнего психоза они могут и роском надзорнуться. И это было реализовано в 2002 году. Так вот, ознакомившись с заданием, пора пытаться найти какие-либо следы на базе. Починив распределитель и получив ранение взрыва компа, игра показывает, как будет работать медик. Тем не менее, тут все персонажи смертны. Помирают, конечно, не сразу, а покорчившись в муках, но от смерти никто не застрахован. Интересен момент, что, например, без инженера некоторые участки игры непроходимы, поэтому их надо защищать в первую очередь. Хотя практически каждую главу приходится начинать либо одному, либо с новыми напарниками, Шелшок 2 нервно курит в сторонке. Надыбав боеприпасы из коробки, в этом плане дефицит не особо ощущается, время выдвигаться. Карт на уровнях нет, зато можно иногда найти план в замерзших развалинах действительно узнаются интерьеры станции. Радует, что разрабы хотя бы в этом плане отнеслись к оригиналу с уважением. Для дальнейшего продвижения необходимо найти ключ от запертой части базы. Бродить тут особо негде, поэтому пора лезть в огромную дыру в земле, образовавшуюся после финального взрыва в фильме. Там же в обломках какой-то конуры Блейк находит запись, сделанную пилотом Макриди. Она почти слово в слово повторяет ту, что была в фильме. Когда я закончу запись, я спрячу эту пленку. Если никто из нас не выживет, по крайней мере останется пленка. Буря бушует уже почти двое суток. А мы все еще ничего не можем сделать. Еще одно. Похоже, когда она завладевает вами, то начинает срывать с вас одежду. Windows нашел щит изодранные кальсоны, но бирки с именем на них не было. Мы все жутко устали. Никто никому теперь не доверяет. Все, что мне остается в этой ситуации, ждать. Р. Джей Макриди, пилот вертолета база США номер 31. Но никаких следов выживших нет. Зато в пещере был найден недоделанный летательный аппарат, оставшийся почти целым после взрыва. В кино отчетливо показали, что может сделать связка динамита в таких ситуациях, но здесь он не выглядит уж сильно раздолбанным. Тут же лежит и ключ, а это значит, что пора конъехать в запертый лазарет. Внутри ожидает записка, еще большая отдаляющая игру от оригинального источника. В ней написано, что нечто может имитировать в том числе и одежду полярников, что нелогично. Иначе бы и одежда могла захватывать организмы людей, и пацанам на станции пришлось бы отыгрывать гачистов. То, что комплектов одежды на базе много, ни для кого не секрет. Дыры, к примеру, можно зашить, но если она подгорит или промокнет, то необходима новая спецовка. Да и в кино мутант сбрасывал жертв одежду, а уже потом, если нет инженера Барроуза на починку распределителя и восстановив электроснабжение, перед командой открывается страшная картина. Растерзанное тело участника экспедиции и встает вопрошь, кто это, бля? Если судить по модели NPC, то он напоминает капитана станции Гэри, однако тот был смертельно нейтрализован мутантом в подземелье. В стенах помещений вообще были убиты Кларк, Копер, Норрис и Шиндоус. Но Копер погиб от болевого шока, лишившийся рук при помощи зараженного, а потом сожженного Норриса, Шиндоус был поеден ассимилированным Палмером и точно также был сожжен, а Кларк был застрелен Макриди при попытке нападения. Возможно, но это не точно. Тело кинолога Кларка пришелец пытался похавать, но когда это произошло, вопрос. Ближе к финалу, так как выживших почти не осталось, ребята решили уничтожить станцию, пожертвовав собой, чтобы не допустить бегства злодея. Вероятно, трапезу немного прервали, хотя трупы монстра не привлекают, да и борода куда-то делась. Так как электричество отныне есть, время порыться в компьютере и узнать, что доктор Копер вел журнал наблюдения за нечто, где он сделал вывод о возможности инопланетянина регенерировать. Также в записях есть код ряд. Восстановив питание еще раз, открывается дверь, за которой лежат медицинские припасы, а система лечения тут классическая, и диктофон для сохранения. На уровнях, к слову, последних может валяться всего по 2-3 штуки, а некоторые бывают сломаны. Их может восстановить только инженер. Так как на станции ничего нет, команда решает побродить по округе. Помимо уничтоженной техники, Блейк обнаруживает тело полярника по фамилии Чайлдс, о чем докладывает полковнику Уитли. Сейчас люди, знакомые с этой киновселенной такие и неспроста. По сюжету старого фильма выживших после событий всего двое Маккреди и Чайлдс, Черный перед дракой с супернечто должен был караулить вход на станцию, чтобы не упустить зараженного биолога Блэра. Однако, когда парни готовили заряды динамита для логова инопланетного чёрта, Нига покинул свой пост и куда-то ушёл, после чего питание базы было вырублено. Именно после этого было принято решение принести свои жизни в жертву, ведь вероятность успешно покинуть базу, будучи людьми крайне мала. Доломав технику, спалив коктейлями Молотова, прошу запомнить, помещение и уничтожив инопланетную угрозу, внезапно для всех объявляется товарищ старший механик, который, по его словам, ушёл на улицу за Блэром. Глотнув хрючево из бутылки, пацаны, так как помощи ждать неоткуда, хотя из-за пропавшего сигнала к ним уже должна идти подмога, остаются сидеть на морозе на фоне горящих обломков. И вот тут у фанатов повштовали вопроши. Было выстроено множество убедительных теорий о том, что кое-кто является амогусом. Во-первых, если обратить внимание на дыхание, то видно, что у Маккреди идёт пар изо рта, а у Чайлца нет. Возможно, нечто может имитировать облик, но не человеческую физиологию. Однако, когда полярники сжигали заражённого Беннингса, то при его крике пар тоже исходил, так что эта догадка спорная. Но, во-вторых, можно обратить внимание на обухлишко. Я просил запомнить момент с коктейлями Молотова был не алкоголь, а бензин. Для инопланетного существа нет конкретного понимания, что настоящему человеку может нанести вред, а что нет. К тому же, пилот после глотка механика подозрительно ухмыльнулся, а за кадром стала играть музыка из самого начала, будь-то всё начинает повторяться. Аргументов в пользу того, что амогус таковым не является, тоже много. Например, серьга в ухе, которая в этой сцене видна отлично. Даже лучше, чем в судьбоносной сцене приквела. Там, как помним, именно так разоблачали суррогатов. Но, как мне кажется, существо умеет обучаться, да и в хитрости ему не занимать. К тому же, проткнуть ухо это не коронки поставить самому себе. Как бы то ни было, финал был открытым, и зрители могли додумать историю самостоятельно. Ведь ничем хорошим, и при этом ничем плохим на первый взгляд, фильм не закончился. Тут уже каждый сам определяет, кто вышел победителем. Ну а игра идёт по пути наименьшего сопротивления, и выясняется, что Чайлдс просто замёрз, не успев отсюда выбраться. Уитли, тем не менее, просит капитана Блейка всё взорвать к хучертям собачьим и смываться на вертолёте, что вот-вот прибудет. И за кадром снова слышится смех. Не к добру, но приказ есть приказ. Команда справляется с этим поручением, заложив заряды в ключевых местах этих руин. Выясняется, что на норвежскую уничтоженную базу отправился другой отряд Блейка, Альфа, и тот интересуется, как у них обстоят дела. Полковник не может ответить на этот вопрос, поэтому у капитана появляется желание направиться к своим, чтобы воссоединиться. Но Уитли, совсем не вызывая подозрений, отказывает в этом. Однако, герой не собирается так просто кидать подопечных, и, рискуя пойти под трибунал, ослушивается приказа командования. Несмотря на то, что его доводы логичны, с оперативниками могло случиться что угодно, кто-то может быть ранен, а если иностранцы ещё живы, то знание норвежского будет очень кстати. Так и начинает потихоньку закручиваться сюжет. По прибытию на место Уитли немного охлаждает своё трахание и по рации говорит, что спасательная операция – дело хорошее, ведь член отряда Пирс нашёл какие-то исследовательские документы. Очень странно, в фильме эти бумаги с архивными видеозаписями американцы забрались себе после исследования остатков станции. Но не суть. Задача – спасти Альфу, а начать предстоит в одно рыло. Место, как отмечает Блейк, обитаемо. Тут лежат ещё не погасшие сигнальные шашки. Починив проводку и открыв дверь, презентуется будущий пись – рядовой враг. Но за жопу ещё держаться рано, угрозы пока нет. В уже не запертой комнате, узнаваемой из обоих фильмов, среди растерзанных тел обнаруживается член отряда Картер. Он не может сказать, кто тут всех покромсал, точнее, просто не может описать того, кто это сделал. Если бы игра не сломала интригу, то я бы даже подсел на очко. Внезапно найдёныш начинает буянить, демонстрируя своё недоверие. Но его поток сознания прерывает сильная боль из-за ранения, которую Блейку, чтобы сюжет продвинулся. Необходимо заглушить аптечкой, что не вызывает затруднений, до дефицита ещё много уровней с жирными подачками. Тут же я нашёл фонарь, как позже понял, бесконечный. Стоит остановиться на инвентаре чуть подробнее. По умолчанию Блейк держит все пушки, кроме пистолета, двумя руками. Но если открыть меню предметов и взять в левую руку что-то ещё, то протагонист отважно начнёт палить с одной лишь правой. Значения не имеет выбран автомат, дробовик, гранатомёт или огнемёт. Меткость от этого хуже не станет. В левой коронной может находиться как тот же фонарик, так и аптечки, чтобы можно было подходить к своим и лечить их, огнетушитель, чтобы пробиваться через горящие участки, гранаты, световые шашки, уколы и прочее, что может неплохо выручить. Использовать инвентарь по умолчанию можно с помощью правой кнопки мыши, к чему я привык быстро. Удивительно, но тут попадаются ещё вполне работающие камеры наблюдения. К ним обращаться очень даже полезно, ведь можно найти что-то или кого-то важного. Здесь же нужно глянуть код замка, его герой запомнит сам, и зайти в помещение, откуда нечто начало свои похождения на земле. Этот момент круто восстановлен в приквеле. Внутри же оказывается ещё один наш напарник, вояка Круз. Он также немного взволнован, но куда более сдержан, чем ниггер. Выясняется, что Пирс, за которым мы топаем, убежал в северную часть базы. Но с ним что-то явно не так, будто бы у него крыша поехала. Он определённо хотел срочно доложить какую-то информацию полковнику Уитли. Только вот связи сейчас нет, Блэйк сам пытается связаться с командованием. Так что, прихватив компашку, пора наведаться к Пирсу. Только вот так просто уйти не получится. Вырубив электричество на нужном участке, чтобы можно было пролезть под обломками, и не пути встречаются первые враги. Мелкие нечто-шибзики. Как правило, где один, там и тьма других. Но с помощью автоприцеливания расправляться с ними труда не составляет. Да и кореша будут часто подсказывать, что рядом кто-то находится. Цвет нашего прицела, кстати, определяет уровень хп-шечек у врага. Но не всех можно ушатать лишь пулями. К ряду неприятелей нужен особый подход. Френдли фаер тут очень распространён, поэтому нужно быть внимательным и в том числе не подставляться под пули своих же. Здоровье тут улетает быстро, а одна аптека может восстановить только половину полоски жизни. Ввиду того, что гейплей тут по большей части соснольный, оттуда и перекочевало множество фишек, связанных с механиками. Целиться без автоприцела к слову никто не запрещает. Можно по нажатию кнопки переключиться в вид от первого лица и палить туда, куда вздумается. Стреляя по ящикам, например, можно найти припасики, но иногда патронов будет так мало, что можно и не можно. Облезет команда. Так вот, потушив неплохо так нарисованный для 2002 года огонь, неотъемлемым для франшизы огнетушителем, пацаны устремляются в следующую локацию. В этой атмосферной ледяной пустыне уже куда больше угрозы в виде шибзиков. Некоторые могут спровоцировать даже инсульт очка, но против свинца они устоять не могут. В одной из построек действительно обнаруживается пирс, вооружённый огнемётом. И, как говорил Круз, пацанчик немного не того. Лишь завидев Блейка, он начинает поливать капитана огнём, но на диалог всё же соглашается. Правда, конструктивным его не назвать. Спасённый дядя утверждает, что протагонист заражён, как и все остальные. Единственный способ его переубедить, надо быть специальные тесты для проведения анализа крови, что смогут продемонстрировать, на самом ли деле человек является человеком. Лежат эти штуки близ псарни. Ну, когда-то, псарни. Ничего не остаётся, как прогуляться по морозу дотуда, огребая люлей от шибзиков. Если бы я ещё ключ взял у пирса, то справился бы минуты за три, а не за пятнадцать. В одном из сараев я нашёл паяльную лампу, первое оружие в руках героя, которое плюётся огнём. Эффективность его крайне спорная, область поражения минимальна, поджечь можно разве что свою обувь, но для рядовых застранцев сойдёт. Скорее всего, это дань уважения книге. Там главный монстр был убит именно с помощью этого инструмента. И да, дельный совет. Держать взведённую гранату слишком долго глупо. Очень глупо. Команда, тем не менее, обнаруживает тесты, похожие на шприцы-пистолеты и кондёхает к взволнованному пирсу. Как только он убедится, что всё ок, то и поведает о сверхсекретных данных, которые ему удалось добыть. Барабанная дробь? И Блейк в порядке. Доверие со стороны членов отряда таким образом существенно повысится. А вот наш дружок Круз В нашу редакцию попали редкие кадры ассимиляции человеческого организма. И вот тут в дело вступает тактика. По заражённым людям и другим монстрам бесполезно просто так палить. Сначала их здоровье нужно свести к минимуму, а потом поджечь. Огня они боятся как огня. Аммм так ебать. Подожжённые ребята будут стараться скрыться и искать удобные места для засады. Интеллекты им завезли неплохо так. Весь инвентарь с них к слову будет падать на землю. Но не аптечки которые я на них тратил блин. Вроде бы Пирс что-то хотел рассказать но пора в путь. На поиски других отрядов и следующих остатки норвежских станций. По пути из-за сильной бури наш компаньон теряется. Помним что в состоянии сильного стресса он немного не того. Но вдруг внезапно по Блейку некто начинает вести почти артиллерийский огонь с наблюдательной вышки. Это оказывается ещё один наш товарищ инженер Пейс. Господа из Фаргуса как никогда сильны в озвучке. Пейс какого чёрта ты там делаешь? Блейк это ты? Ох чувак я так рад тебя видеть. Да, ничего лучше им в голову не пришло как повысить тембр голоса для НПС. И так здесь у половины если не больше. Но да ладно. Становится ясно что остатки Альфы преследовали мутанта когда на пути им попался выживший норвежец. Выживший из ума конечно. Тот напал на оперативников и сдриснул. Кое-кто из отряда побежал за ним. В итоге из-за нулевой видимости пацаны растерялись и каждый стал действовать за себя. Ну хотя бы придется бегать теперь не одному. Пусть наш новый кореш вполне может оказаться амогусом. Оговорюсь сразу заражены в игре далеко не все. Сюжет ведет в уцелевшую с виду часть норвежской станции. Внутри же становится все не так радужно. Всех кто когда-то гордо именовался человеком переживали юркие нечто шибзики. Разделавшись с последними и восстановив ток команда пробивается в столовку где засел медик Уильямс. Тот тоже немного переживает что Блейк и Пейс заражены. С ним даже поговорить нормально не удается настолько он сидит на очке. У него есть доступ в здешнюю вроде как уцелевшую радиорубку но пока на базе неспокойно он и с места не сдвинется. При помощи найденного неподалеку огнемета и предстоит истреблять мутантов из далекого космоса. Еще одна интересная особенность здешней механики заключается в том что с помощью огня можно создавать преграды дабы враги не смогли добраться до героя. Сделано интересно ведь нечто реагирует на внешние источники опасности. А еще я обнаружил Тайзер. Им я не пользовался но с его помощью можно обезоружить взбунтовавшегося члена группы если сильно довести его. Так вот отныне сражаться предстоит и с угрозой посерьезнее и вести себя аккуратнее рядом с красными бочками. Опасность они порой представляют большую чем внеземные пидарки при должной сноровке поколотить даже такого здоровяка не представляется трудным. Этих уродов называют здесь призраками из-за их формы тела. Они еще умеют мелких плодить так что из виду пускать засранцев нельзя. Как видно при детальном рассмотрении в их состав входит аж несколько ассимилированных человек. В данный момент их тусуются здесь трое и они не являются помехой для бравого боевого дуэта. имбовия тут нет можно возвращаться к врачевателю. Тот как и обещал любезно открывает радиорубку но набрать браткам для вызова подмоги мешает как минимум нерабочее устройство связи и как максимум кодлов торженцев попущенцев. Без потерь конечно оперативники укладывают монстрил спать вечным сном и решают отправиться на своих двоих дальше к другому корпусу норвежской базы ведь должна быть где-то хоть одна неразъем нераздолбанная радиоточка но и там все не так просто картина вполне привычная пожирана все и все неудивительно в одном помещении мутанты устроили себе мясной спавнер где новорожденные тугосери вылупляются один за другим к решению этой задачи стоит подойти с огоньком но именно в этой комнате можно восстановить доступ в джойка в радиорубку только вот прикол рацию списнили а комплекс начинают атаковать шипзики пусть здесь есть небольшой склад патроны там не бесконечны поэтому сидеть большого смысла нет одолев больших голожопых амогусов и амогусов поменьше убедившись что отряд не заражен прошу запомнить этот момент ребята видят норвежца в ужасе пытающегося куда-то убежать это как раз тот потс что опрокинул Уильямса приключение вдоль сигнальных столбов продолжается если судить по карте Блейк с друзьями без шапок на морозе пробежали неплохую такую дистанцию мне б такие шмотки а то погода на Волге бывает порой внезапной и так беглец скрывается на каком-то складе и конечно запирает за собой дверь придется искать обход и такой путь обнаруживается только местные обитатели не слишком рады прибытию кожаных мешков кроме видимо одного я не зря просил запомнить момент взятия анализа крови по неведомой причине механика обнаружения ассимилированных здесь работает через очко да чтобы поднять боевой дух товарищей можно проверить кровь себе но с другими ребятами это не работает можно подумать что сменился уровень и сделал я анализ в начале карты то спалил бы врага я приберегу это чуть на попозже сейчас же получилось так что сюжет придется толкать на пару с пейсом который немного сдурел и начал палить воображаемых врагов тут то мне впервые пригодился адреналин вот теперь то когда угроза ах ты ж сука бля пробравшись на картах через вентиляцию в закрытую часть склада и устроив бабахин с аннигиляцией мутантов и верхних слоев эпидермиса задницы Блейка можно и подобрать из огромного ящика маленький ключик и сквозь подорванную дверь проникнуть на метеостанцию к слову на самый верх кто-то проник одному ходить уже не так весело и замечательно на локациях есть множество мест с нычками и заскриптованными событиями а без поддержки это может вызвать некоторые трудности и со здоровяками стоит быть аккуратнее их тут в засадах сидит немало здесь же объявляются новые шибзики они умеют плеваться жижей и тормозить протагониста дробовик конечно им шансов не оставляет на одном из компьютеров Блейк находит интересную запись после которой мне вообще стало все понятно с игрой в ней говорится что некая компания Джен Инк не так давно поставила высокотехнологичное оборудование куда-то под землю и главное что никто не в курсе для чего оно используется таинственный заговор уже имеет место ну а на повестке задания отыскать средства связи с помощью подобранного на кухне ключа герой пробирается в самую верхнюю часть станции к телескопу куда кто-то недавно бежал этим человеком был не Альберт Эйнштейн и не норвежец а наш Пирс тот явно не в лучшей психологической кондиции утверждает что заражен поэтому просит Блейка убить его но капитан не хочет бросать своего подопечного однако прекрасно знаешь что у меня есть только один выход нет 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 я не смогу это сделать у тебя нет выбора я не оставлю тебя умирать засранец ну давай ты сможешь хватит Пирс это бред какой-то как любил говорить мой папаша хочешь чтобы дело было сделано делай его сам спойлер ассимилированным он не был подобрав снайперскую винтовку с которой у меня будет связана интересная история на другом компьютере протагонист читает еще одну интересную записку наблюдатель зафиксировал что неподалеку есть непонятный объект куда и везли оборудование глянув в телескоп догадка действительно подтверждается это тот самый корабль на котором много тысяч лет назад прибыл вторженец получается что до вполне логичного объяснения в фильме приквеле где НЛО обнаружила экспедиция причем случайно просто провалившись под лед сценарист игры такой пораскинул мозгами и сказал и как по мне это действительно какая-то жесть можно было бы обыграть ту же концепцию более того американцы в старом кино нашли архивную съемку норвежцев как они извлекали тело и сам корабль и такую стихийно возникшую беду пришлось бы решать подготовленным воякам но в данной конкретной ситуации придется смириться с тем что есть выбравшись с метеостанции Блейк шурует по карнизу основного склада где заперся норвежец единственный доступный вход это вентиляция куда прекрасно пролезает туша здорового американского военного помещение оказывается обесточено но в кабинете в окружении монстрил оказывается заточен американец поджарив очки в том числе и новому врагу огромному как кабану и плодовитому черту что любит идти на таран и восстановив питание реально большого склада Блейк спасает подопечного инженера Коллинза выясняется что он тоже следил за тем норвежцем приняв его за своего но тот оказался шустрее и смог пробежать мимо вторженцев а наш чувачок нет команда решает действовать вместе вот тут я решил сразу проверить его кровь на наличие иноземного говна все вроде бы ок прошу запомнить здешний уровень отдаленно напоминает платформер с несложными загадками так как персонаж прыгать не умеет нужно вручную убирать даже несущественные преграды но тем не менее для дальнейшего продвижения надо надыбать из запертой комнаты электронный ключ для чего и нужно пробраться по самому верху захватывая заныканные припасики прямиком на здешнем ZX спектруме есть еще одна записка гласящая о неких кабинах испытания в которых проходят очень даже успешно но на стадии монтажа руководство потеряло нескольких рабочих в общем пора туда кондехать завладеть ключиком удается и путь ведет вниз куда удристал норвежец внезапно происходит и тут я понял что что-то с этой системой не так жаль что ее не допилили до конца хотя если притянуть ее за уши то оправдать можно колленс например мог заразиться когда блейк обшаривал офис но переиграв момент и сделав тест крови перед самым спуском было показано что пацанчик здоров как бык в любом случае он обращается по скрипту грусть конечно но ничего не поделать пройдя чуть дальше выясняется что норвежец стал мясной массой входящей в первого босса игры тактика вполне простая огнестрелом сгоняем здоровье а потом жахаем огнем в бою ему будет помогать щупальца и стены что бесит аж пиздь на второй стадии из головы монстра вылупляется ассимилированный норвежец а за загородкой активизируется спавнер шибзиков умирал я тут много безопасных мест на локации нет урод еще может электричество прокинуть благо действовать быстро а сам мутант пусть и огромный как гараж не бессмертен и в конце концов погибает от огня само собой от рации ничего не осталось но имеется зацепка в виде исследований той самой злющей корпорации Джен Инг Блейк идет дальше в лабиринты подземного комплекса как видно очередной научный эксперимент в очередной раз пошел не по плану поэтому части новых земных обитателей удалось выбраться наружу что очевидно повлекло за собой последствия показанное в фильме задача состоит в том чтобы в поисках ответов пробраться в лабораторию но так просто это не сделать удаленный доступ все дела сисадмины ассимилировали шибзики поэтому придется идти делать все своими ручками на этом уровне я впервые столкнулся с дефицитом боеприпасов и аптечек я бы их с удовольствием обменял на 4 огнетушителя имеющиеся у меня в инвентаре но по всем канонам хоррора выживача при всем желании это сделать не выйдет а последнего тут в достатке в стенах комплекса много ответвлений и вентиляционных отверстий где может сидеть и выжидать опасность враги как я ранее говорил очень круто умеют ориентироваться в помещениях и даже отступают когда этого требует ситуация заходить за угол при всем этом становится куда страшнее в игре практически нет эмбиента только звуки окружения сказать что может быть страшнее тишины искрящейся проводки и редких стуков по металлическим стенам захваченной мутантами станции мне как-то трудно если не задумываться при помощи дневника исследований удается понять что ученые тут не писюны теребили а реально изучали вторженцев-опущенцев выясняли как клетки размножаются как оживать погибший организм и прочее к этому делу причастен док Фарадей вероятно еще даже живой его-то и предстоит поискать или хотя бы куски его жопы перестреляв шибзиков на максималках вылупившихся из голов персонала и жмякнув на кнопку отпирающую дверь в лабораторию Блейк с минимальным количеством здоровья устремляется все глубже по сюжету дельный совет номер два гранатомет на ближних дистанциях сомнительное удовольствие благо на новом этапе есть аптечки уже неплохо и даже более того целый живой помощник-инженер по фамилии Прайс в компании уже не так страшно получать пизд пора выдвигаться Ты зачем друга осквернил дурик? Как бы то ни было на пути игрока встает логическая загадка Есть два стула девять камер которые соединены между собой никакого коридора нет В самой последней в девятой сидит док Фарадей поэтому если беспорядочно открывать двери он может погибнуть В третьей камере сидит какой-то усиленный черт А ещё там есть безоружный медик так что тоже надо аккуратно Удивительно как игра преподносит NPC как расходуемый ресурс Второму шелшоку такое и не снилось действительно Приложив усилия разглядев все номера подводных обезьянников и реально подумав как можно безопасно извлечь деда из заточения у меня ничего не вышло и я открыл все камеры кроме одной где был учёный Рабочая тактика скажу я вам Спасённый ни разу не Джон Карпентер не собирается благодарить героя за спасение даже не позволяет представиться он думает лишь о скорейшем спасении так что выяснить детали произошедшего предстоит попозже здесь я допустил очень большую ошибку в качестве оружия так как инвентарь у меня был пустоват я дал Фарадею снайперскую винтовку в дальнейшем это мне аукнется но чёрт побери пора кондёхать подальше отсюда с человеком который знает слишком много чтобы его оставлять на съедение своим же взросшенным мутантам мой любимый бэктрекинг но его тут мало если откинуть все эмоции даже несмотря на респаун монстрил и некоторые изменения в интерьерах ввиду того что база располагается под водой скоро тут всё немного наибанье спецоперация по спасению проходит успешно на уровень грунта парням удается выбраться только двое ребят куда-то пропали но помним отношение игры на первый взгляд ничего не предвещает беды но внезапно нарисовывается полковник Уитли со своими бойцами Блейк просит объяснений но командир с вооруженным человеком который может оказать сопротивление беседовать отказывается и пытается убедить героя что сопротивляться как минимум бесполезно на вроде бы логичный вариант проверить кровь протагонист реагирует остро и на это причины есть он еще не всех своих людей нашел ведь кто-то может быть еще жив и даже не ассимилирован загадочным тоном Уитли говорит что это инфекция только начало Блейк судя по всему сложив 2.2 в голове понял кто тут за всем этим говном стоит после чего в слоумо хватает маслину прямо в грудь и умирает даже доктор не смог помочь вот такая была первая игра по мотивам нечто оборвавшаяся ровно на том моменте где началась бы не вышедшая вторая часть очень атмосферная местами давящая на мозг ну ладно попытка засчитана в пистолете неожиданно оказывается маслина с транквилизатором док тем не менее тоже в ужасе он видел на что способны результаты исследований и что они сделали с персоналом призывает Уитли одуматься и в ужасе съеба но полковник не преклонен вырубленного Блейка и Фарадея он переносит в свою сверхсовременную лабораторию которая судя по карте располагается недалеко от тогда уже работающей антарктической базы Макмерда а если отследить перемещение Блейка с самого начала то тут уже не все так просто куча баз принадлежащих разным странам но американцев и норвежцев там нет понятно что это вымысел но могли бы на пустыре придумать маршрут так вот свихнувшийся Уитли несмотря на тревогу призывы убираться по громкоговорителю и выводы доктора о том что из-за инфекции базина стал Кирдык все еще не собирается сдавать обороты он хочет всем доказать что инфекцию можно контролировать а бред не про гибель планеты если нечто попадет на материк просто пропускает мимо ушей вот и антагонист нарисовался весь такой самоуверенный грезит научными открытиями он даже готов стать нулевым испытуемым добровольно по крайней мере а Фарадея который как бы в этом шарит он убивает навсегда помимо этого Конч также отключает тревогу чтобы ничего ему не мешало ставить свои жуткие экспериментики а что Блейк он приходит в себя когда объявлять об опасности уже немного поздновато кто бы мог подумать что все опять пойдет не по плану как бы то ни было пора выбираться отсюда с абсолютно пустыми карманами по коридорам бродят мутанты живых людей можно пересчитать по пальцам они заныкались кто куда смог в коморке где видимо тоже кто-то пытался прятаться герой обнаруживает записку злые вояки запрограммировали систему безопасности на распознавание ДНК Блейка так что когда он пройдет перед допустим турелями по нему будет открыт огонь медом жизнь не покажется однозначно также уже в коридоре он находит подсказку выбраться можно только через вентиляцию только вот где она пока вопрос спойлер до нее надо дожить этому парнишке как видно это сделать не удалось и в довесок всей информации на компе почившего Шона Фарадея обнаруживаются результаты исследований организма Уитли что-то не так с его внутренностями введение вируса может иметь непредсказуемые последствия это аукнется в конце игры там у меня еще больше вопросов появится этот же уровень просто напичкан загадками чтобы завершить его успешно необходимо не только заманивать мутантов в ловушке ведь оружия сейчас нет но и в правильной последовательности спасать выживший персонал например запертый в камере дезинфекции медик по фамилии Фалчик вооружен он поможет одолеть шибзиков коих тут нашлось в некотором количестве а вот с монстрами покрупнее типа призрака разделаться не выйдет без огненного оружия или хотя бы огненных гранат да тут метательного оружия несколько видов интересный момент не все здешние человеки таковыми являются но этих засранцев тоже никто не запрещает просто запереть главный чел кого нужно спасти это инженер он заперт в самой дальней комнате рядом с которой я запер призрака но так как комната где был врач освободилась его нужно переманить туда а уже Фалчик перебьет мелких и вот таким нехитрым образом механик Диксон очень важный персонаж который мне станет почти братом спасен а доступ в арсенал восстановлен методом тыка пройдя дальше потому что я так и не нашел в записях какие кнопки надо нажимать чтобы отключить лазеры выжившие пацаны натыкаются на некое подобие тюрьмы записи Фарадея гласят что Уитли реально стал поехавшим только вот его к другим сумасшедшим не подселили но даже другой персонал замечал за ним странности трудно не согласиться учитывая судьбу комплекса и смерть самого Дока также становится известно что Блейк имеет невосприимчивость к этому вирусу с одной стороны это убивает выживач ведь в фильмах все реально боялись заражения и некоторую интригу ибо вдруг так окажется что под конец герой стал амогусом да и прием этот избит уже до нельзя но с другой стороны чего еще можно ожидать от игры середняка освободив нескольких ребят из заточения Блейк находит ту вентиляционную шахту о которой ранее прочитал в записке невыжившего так как ребята из отряда недостаточно четкие и не умеют передвигаться на корточках на разведку придется идти в одну харю и бить монстров имея преимущество по высоте тоже но все проходит отлично протагонист открывает дверь в главном коридоре где начиналась миссия и призывает Диксона на починку питания компьютатора мудрое решение там был код к лифту как раз неподалеку что как бы позволяет всему большому отряду смотаться отсюда а внизу как внезапно оказывается предстоит сражаться уже с людьми бойцами Уитли которые не слишком то хотят допустить побег отряда пацанчики вооружены как автоматами так и дробовиками а чуть дальше и огнеметами ведь побег мутантов является общей проблемой несмотря ни на что в бою с ними нет ничего сложного но настрелять по жопе могут больно как по мне это еще один не самый умный ход сценариста в фильме пусть никто друг другу практически не доверял но убивать себе подобных было очень глупо идеей все помогали друг другу пусть порой не догадываясь что за человеческим лицом может скрываться инопланетянин это считаю было главной дилеммой киновселенной если ты не ассимилирован то ты союзник а плохие отношения как между чайлдсом и макриди отходят на второй план но здесь ломая кабины вооруженным оперативником мятежного и поехавшего полковника ребята пробиваются к выходу интересно то что здесь есть даже опциональный интерактив можно например пострелять из турели по ошибзикам в стеклянных банках они вполне могут выбраться и напасть со спины так что расщепить засранцев на атомы будет только себе выгоднее охранники тут порой тупые что писос но неплохо так пользуются укрытиями а также могут активировать систему безопасности те самые турели настроенные на стрельбу по блейку в автоматическом режиме путь вперед заблокирован изолированными призраками так что пора снова в одиночку решать вопросики для успешного побега которые вовсе не за горами я чисто из любопытства решил пойти по пути наибольших растрат боеприпасов и забить засранцев сквозь решетку у меня это вышло как ни странно хотя этот вопрос решить можно и куда проще вся загвоздка состоит в том что здешней ультрасовременной системе 1982 года не хватает ресурсов для открытия дверей для этого как собственно я понял необходимо сбросить давление в этих штуках или наоборот прекратить подачу газа в общем сделай так чтобы кнопка стала активной игра вообще не особо щедра на объяснение задач игрок должен сам интуитивно понять если что-то закрыто то это надо открыть жмякнув на рычаги и логично с одной стороны но погружение от этого слегка страдает тогда еще не слишком над этим задумывались в любом случае огонь потушен путь открыт сосисочная команда воссоединяется и они идут дальше разваливать последних засранцев перед путешествием на лифте странно то что один из освобожденных ребят боец фиск с нами не поехал возможно он оказался амогусом и просто скрипт не сработал этот уровень напоминает склад где решили засесть монстрилы и одновременно крематорий ведь тут очень много печей явно не для отопления помещений внезапно от меня не убежишь инопланетный пидар двое почти толпа так что дорога приключений по головам неприятелей продолжается и ведет эта дорога будто бы в какой-то автомобильный тоннель где произошло техногенное чп можно питание восстановить это даст понять что военные держат здесь едва ли не последнюю линию обороны почему-то вместе с мутантом попавшим в джакушку кладовщика причем ребята такие молодцы что для постройки баррикады прямо под турелью использовали в том числе взрывоопасные бочки хоррор превращается в шутер ведь быстро дохнущих врагов тут немерено это как раз одно из тех заданий где инженер сюжетно важен без него не удастся проникнуть во многие помещения более того даже свет не удастся восстановить открыв тяжелые металлические ворота истребив популяцию вентиляционных шипзиков обосравшись от засады и победив амогуса с друзьями блэйк или диксон на выбор чинит еще один щиток что позволяет войти в грузовой отсек где как царь во дворца уселся здоровенный чертила мутант слепленный из множества когда-то живых существ я долго искал подход к нему тут есть позиция с которой его можно забросать гранатами но у него сюжетный иммунитет нанося обычный урон можно лишь заставить его частичку скукожиться обратно в тело здесь нужно проявить американскую смекалочку то есть дать ток на разбитую лебедку которая находится рядом с нечто дать монстру по лицу и зажарить его электричеством прямо как в фильме 51 года за побежденным засранцем находится заветная кнопочка открывающая путь на склад с вооружением и очень подозрительным ящиком как ни странно именно из этого помещения можно управлять лифтом сисадмин выбрал себе не самый уютный уголок почему-то а подозрительный ящик оказывается стикающим приколом что как бы намекает на скорейший побег судя по всему не только Блейк хочет уничтожить логово подонков из далекого космоса или хотя бы скрыть следы шизоидных экспериментов благо сам лифт находится недалеко поэтому две пары кирзачей драпают на выход только вот Диксон помянем работягу который дольше всех в игре нам помогал отклонившись от базы на энное количество километров на восток или на запад ведь в центре антарктиды южный полюс Блейк продолжает искать путь к своим ответам глотнув зимнего воздуха сквозь метель он видит еще один склад напоминающий ангар внутри определенно может быть что-то важное может даже сам Уитли там расселся и дрочит на себя в зеркале это предстоит выяснить место неплохо так и храняется хотя судя по растерзанным жмурикам вояки тут устраняют последствия побега исследуемых монстров и монстриков поменьше это подтверждает команды пиротехников прибывших на поддержку спецуры на компьютере одного из рабочих выясняется что где-то тут можно найти С4 которая будет явно не лишней при возникновении различных неприятных ситуаций когда допустим надо будет кому-то жопу сломать заряды эти и становятся в данный момент основным объектом миссии зайдя настолько далеко насколько позволяет игра Блейк застает расстрельную команду за их привычным делом не оставлять же бедолагу этим страшным дядям в противогазах и с нашивками СС спасеныш по фамилии Пауэлл видимо от растерянности не спешит благодарить героя за спасение пусть последний жирно на это намекает диалог переходит в деловое русло даже этот пацан из Джен Инг не в курсе что тут происходит он простой механик в такие дела не вовлечен ясно одно вояки готовят самолеты для отправки какого-то груза на материк капитан явно не в восторге от этого если к этому имеет отношение Уитли то нельзя допустить транспортировку прихватив пацанчика с собой ребята отправляются на поиски взрыв пакетов найдя дорогу вниз и перебив шибзиков ребята обнаруживают комнату где хранится сей чудесный квестовый предмет только безопасно его взять не получится ранее в той записке говорилось что у любого кто возьмет С4 без разрешения ждет страшная анальная кара и трибунал даже для тех кто не на службе поэтому очевидно так просто взять взрывчатку не удастся и действительно вырубив систему защиты на базе объявляется тревога весь выживший военный контингент теперь в курсе что в подвале проводится диверсия и ввиду этого не жалеют сил и здоровья чтобы помешать нашим планам не без помощи мутантов которые порой отвлекают на себя внимание оперативников отряд выползает на свежий воздух и отправляется подрывать самолеты в ангарах небольшого аэродрома добравшись до первого грузового аэротранспорта и установив взрыв пакет на шасси чего вполне достаточно чтобы полет не состоялся с задней части фюзеляжа действительно выпрыгивают мелкие монстрилы это подтверждает факт того что на борту находится явно что-то нехорошее или как минимум то что даже одного инопланетного застранца достаточно для начала заражения планеты со вторым самолетом все проходит так же почти гладко но чтобы добраться до других ангаров необходимо пройти через диспетчерскую ох ты ж бля интересно то что местные полярники стали заражаться еще до прибытия военных как собственно указал автор записки спрятавшийся от них в самый последний момент еще с одним парнишкой последний в один момент попытался убить его но был застрелен только вот его дергающийся почти сутки труп как бы намекнул что не все так просто в этой жизни парень сквозь больших вторженцев и амогуса медика ради спасения которого я даже перепрошел участок блейк с корешем выходит на другую сторону взлетного поля и доделывает свои подрывные дела ну почти ведь самое главное совершить бабахин так просто не удастся я ранее говорил что отдал винтовку деду карпентеру а новая у меня не появилась да и тут нигде не валяется все усложняется еще тем что палить нужно с вышки диспетчерской а дальность выстрелов из обычного вооружения мне говорит кер тебе врыло сраный казуал включив американскую смекал очку уже во второй раз я решил использовать гранатомет и снаряды с повышенным радиусом поражения помимо них кстати есть стандартные поджигающие криогенные и электрические все бы ничего но как только первый бабах пакет ломает шасси ворота остальных трех ангаров начинают закрываться а ведь еще нужно рассчитать траекторию да и разброс важно учесть каждый выстрел я завершал фразой я попал задачу удалось выполнить всего с третьей попытки рандом был на моей стороне это вам не вартандер но на столь дерзкое поведение отреагировали враги причем со всех сторон поэтому лучше бы сбежать да поскорее пока тентаклями не накуканили или на ствол не насадили в поисках Уитли ибо хрен знает что у этого шизоида на уме Блейк лезет в вентиляцию будь то бы он на 100% уверен что не сломает себе ноги или попросту что он ныряет туда куда ему надо тем не менее интуиция его не подводит герой почему-то один оказывается в некой пещере где за вахтершу отвечает монстр видимо это ассимилированный охранник чисто по привычке выполняющий свою работу куда еще бывшему эфрейтору податься ввиду того что протагонисту таки удается его не потревожить и тайком пролезть через еще одну вентиляцию не удивительно что парнишка так и будет до конца своих дней гнить в будке важно отметить чем дальше вентиляция тем больше шибзиков кусают за попу поэтому даже тут нельзя чувствовать себя в безопасности выбравшись в некие инженерное помещение Блейк обнаруживает паникующего медика Коэна военные решили подчистить следы судя по всему и избавиться от всех свидетелей произошедшего или просто не рискуют оставлять в живых тех кто потенциально может быть заражен приключение продолжается уже в дуэте от врачей повторюсь тут пользы очень много ведь аптечек с каждым уровнем попадается все меньше зачистив винтовую лестницу вокруг видимо вертикальной теплотрассы откуда иногда бьет обжигающий пар пацаны проходят опасный коридор утыканный автоматическими турелями разбирать их сложно патронов тут не слишком много валяется но все заканчивается успешно герой уже в одно рыло почему-то пробирается в исследовательское крыло в поисках Уитли или хотя бы чего-то взрывоопасного Блейк становится невольным свидетелем ссоры двух выживших инженеров Бородач подозревает своего коллегу в саботаже ведь тот отпустил нашего медика почти на верную смерть в лапы мутантов и оперативников в итоге конфликт переходит в острую фазу а протагонисту предстоит его разрулить точнее просто задобрить пацанов чтобы они отправились выполнять нашу первостепенную задачу тут я понял что разбрасываться аптечками так просто не надо я вылечил Лысого от чего его уровень доверия возрос но как только я решил помочь бородатому подозреваке первый засранец обратился догадки и недоверие оказывается были небеспочвенными на пару с инженером Столзом чье участие здесь необходимо Блейк отправляется далее по сюжету по здешним компьютерам которых в комплексе много можно понять что и здесь проводили исследования инопланетных уродов но уже по большей части создание противоядия удивительно как давно это происходит то есть обнаруженный в фильме норвежцами мутант идет нахрен ведь получается все началось отсюда грустно очень грустно а могусы не слишком рады что мы тут копаемся но для изучения лора и поиска кодов этого не избежать как следует из записок вторженцы давно заприметили это место и очень аккуратно подбирались к персоналу раз практически никто сбежать не успел более того их даже автоматические системы обнаружить не могли хотя тот же Столз неоднократно говорил что кое-кто где-то шарайо инженер как только отряд добирается до его конуры говорит что для дальнейшего продвижения необходимо открыть двери но сделать это можно только вдвоем Блейк останется у пульта и откроет первую дверь а Столз пойдет через фойе и откроет вторую вроде бы все просто да и камеры тут есть чтобы глянуть как идут дела только вот неожиданно и неприятно в коридоре оказываются шибзики разных сортов парнишка открывает путь пройти теперь можно но еще более неожиданно и куда более неприятно Столз обращается во Могуса вероятно произошло проникновение когда он бежал до комнаты с пультом здесь это можно объяснить пройдя далее в лабораторию Блейк натыкается на еще одного выжившего что просит о помощи тот пытаясь объяснить ситуацию предлагает герою осмотреть терминал в отдельном изолированном помещении но как только протагонист туда заходит дверь позади закрывается Джакушка полупокера очевидно комната заполняется газом а на компьютере лишь сообщение с издевкой но капитан не пальцем деланный поэтому восстановив подачу тока к турелям он разносит систему вентиляции и путь назад свободен хитрожопый петух в синем комбезе тем временем куда-то убежал отсюда к слову видно как на устранение Блейка стягивается немощная пехота но нужно идти вперед в арсенал оказавшись там ведь открылось еще несколько дверей герой устраняет охрану и высвобождает инженера по фамилии Пейтала вроде не похож на того пида его умения будут здесь как минимум очень кстати он сможет восстановить напряжение в крыле чтобы герой смог с помощью турели проложить себе путь в запертой лаборатории добыв важный ключ в одной из таких команда двигает к хранилищу взрывчатки где появляется еще один тентаклиевый босс даже несмотря на то что он освобождает своего друга из заточения в драке с ним сложного вообще ничего нет одолел я его с первой попытки просто напинав ему по жопе и хорошенько подпалив на базе объявляется тревога возможно мутант повредил инженерной коммуникации но все вокруг начинает разваливаться мой любимый бэктрекинг снова в деле ведь выход находится точно там где был вход разрабы тут заморочились и все вокруг действительно начинает взрываться и ломаться благо инженер не отягощает нас своим присутствием ведь аптечек у меня осталось сгулькин член а практически любая часть окружения или то что из этой части может вылезти могут навредить особенно эта труба так как строй пара и бабахинов стало на порядок больше не с первой попытки ведь здоровье дефицит и не без помощи очень полезных огнетушителей блэйк сквозь амогусов ныряет в вентиляционную шахту где лежит чей-то погрызанный труб и выбирается в ту пещеру рядом с основным запертым входом в комплекс после подъема на околокустарном элеваторе герой замечает текающего по морозу Уитли так просто до него не добраться остались еще верные бойцы что стопорят капитана да еще и за уровнем холода надо смотреть с последним помогут редкие укрытия в виде пещерок где можно укрыться от ледяного ветра полковник бежит в некое строение с прозрачным куполом отданное вояком под склад так как встречи не избежать главный злодей игры предстает перед Блейком во всей своей красе он явно уверен в своих силах даже пушки при себе нет на удивление герой без лишних промедлений приступает к уничтожению предателя из-за которого чуть мир не навернулся только вот взорвав бочки с топливом и подпалив полковника обнаруживается прикол он не восприимчив к огню и даже его одежда теперь понятны источники его уверенности он вещает что протагонист проиграл и что попытки затормозить засранца перед заражением мира ничем выгодным для капитана не кончится плюс одно клише в виде беспричинно поехавшего злодея в копилку игры с неплохой задумкой тем не менее после своей злодейской речи чтобы точно ни у кого не осталось сомнений в его намерениях он убегает в неизвестном направлении и натравливает на протагониста своих прихвостней коих тут приличное число ныкается они с одной стороны хитрожопые могут попытаться обойти со спины но с другой подрываются на своих же минах в любом случае мятежного офицера отпускать нельзя на Блейка возложена колоссальная ответственность набрав перед финалом побольше боеприпасов и уже на улице получив люлей от снайперов ведь свою винтовку я нашел только потом в конуре неподалеку а спавших врагов пушки не подбираются герой выходит на Уитли который успел додрапать до вертолетной площадки установленной как раз рядом с вмерзшим в лед кораблем вторженца что опять идет в разрез с фильмом но не суть вирус похоже делает все правильно несмотря на опасения Фарадея полковник превращается в колоссальных объемов нечто напоминающее Гидру я уже было стал продумывать тактику но внезапно прилетает американский вертолет едва не врезавшийся у монстра пилот только завидев Блейка подбирает его на борт капитан сразу переходит к делу как настоящий спец велит кружить вокруг мутанта пока он будет по нему палить кстати не знаю с чем связано это свечение возможно баг однако это не отменяет того факта что финальный босс будет бит и опущен в рамках вертолетного боя не сказать что это крутой прием но интересные драки с очень большими боссами ставить откровенно трудно к тому же стоит учитывать и саму специфику вселенной такой здоровяк точно не будет ни с кем церемониться так вот разбив бочки находящиеся рядом с Уитли и пробив тому очку слабые места урод после полутонны израсходованных патронов считается поверженным все планы злодея по захвату мира рухнули вместе с последней упавшей гильзой крупного калибра Блейк немного удивлен что пилот не растерялся и так сразу подхватил протагониста на борт знатоки вселенной уже наверное догадались кто это такой в своей козырной шляпе сидит МакКриди на вопрос героя о том прибыл ли он с материка отвечает что наоборот только туда направляется только вот в фильме Блэр уничтожил всю электронику вертолета да и в начале приключения на базе ту вертушку можно разглядеть но это уже совсем другая история все закончилось хорошо пришельцы истреблены настолько насколько это возможно сделать почти в одиночку выжившие счастливы и спокойно улетают вдаль сквозь снежную бурю конец по ходу игры меня не покидало какое-то странное двоякое чувство того что меня где-то наеба как большой ценитель киновселенной мне было немного досадно видеть как сценаристы ради откровенно средненького сюжета изменили сам первоначальный концепт причем в самом начале я видел много знакомых деталей художники очень бережно отнеслись к оригиналу знакомые локации узнаваемые интерьеры и детали сама специфика открывает огромный простор для фантазии да и технологии на тот момент позволяли сделать что-то необычное для сюрвайвл хоррора факт того что в игру была введена интереснейшая возможность управления отрядом где даже психическое состояние бойцов играет роль уже говорит то что задумка была как минимум продвинутая для продукта от третьего лица правда эта идея разбивается о реализацию точнее о те ее места где речь заходит о выявлении зараженных среди товарищей сами разрабы признались что система не могла работать идеально поэтому от нее было решено отказаться но не в полном объеме проект хотя бы из-за этого нельзя назвать проходным боевиком хотя шутером его действительно не назвать экшен до интерактива тут прилично герой может взаимодействовать с некоторыми окружающими объектами а с помощью огня бороться с монстрами не только эффективно но и интересно случае допустим когда надо перезарядить огнестрел можно оградиться от мутанта небольшой огненной стеной которую можно быстро потушить совсем не пионерским способом сюжет повторюсь тут чисто для галочки и концу скатывается к сценарию фильма категории b если не г но меня несомненно порадовала решимости готовность действовать со стороны капитана джона блэйка даже перед лицом опасности он сдержан хладнокровен и всегда знает что надо делать настоящий лидер командир борец и возможно потом уйдет в политику графика пожалуй выглядит очень даже достойно для того времени естественно тогда было очень модно накладывать оцифрованные фотографии лиц на модели персонажей но часто это сделано грамотно как в мафии или макси пэйни предположим считаю что здесь это также реализовано неплохо motion capture позволил добиться плавности анимации и они выглядят тут достоверно по большей части в окружении приличное число деталей интерьеры по большей части не выглядят как пустые комнаты с текстурами небольшие уровни тоже в целом вопросов не вызвали так порой удобнее по игре ориентироваться звуки и атмосфера меня порадовали иногда наличие музыки может быть не к месту часто она мешает саспенсу и погружению как я говорил тут фонового эмбиента практически нет но это с лихвой компенсируется звуковыми эффектами погибших станций и заброшенных баз треск шорохи и глухие удары где-то вдалеке и да когда в такой момент объявляется мутант выглядит это куда неожиданнее чем при затухании музыки перед дракой оценки у нечто сплошь положительные на всех платформах я отчасти с этим солидарен если бы я не смотрел фильм и не знал лора в общих чертах то я бы прошел игру и в целом остался бы доволен интересных решений здесь масса в данной конкретной ситуации я бы дал игре высокую оценку а ее сюжету примерно 4 из 10 мне очень жаль что разрабы не смогли сделать прекрасный сиквел фильма повествующий о дальнейших событиях после разрушения американской базы я бы даже смог простить смерть чайлдса если бы ее объяснили интересно но даже уже тогда существующие теории не были рассмотрены в истории увы контора компьютерных произведений искусств за время существования успела выпустить лишь коммерчески успешную нечто миллион копий как-никак несмотря на это и на то что игра выиграла на game developers conference награду за интересное решение в плане механики и была номинирована на лучшую игру на xbox уступив splinter cell компания судя также по интервью бывшего управляющего попыталась откусить кусок который не смогла проглотить то есть взяла на себя слишком много проектов и просто не смогла их вывести из наработок второй части остались лишь крутые концепты и пара скриншотов из ранней версии выглядит все круто я бы с удовольствием сыграл по словам того же разработчика диармайда кертиса там была допилена система динамического заражения то есть все эти наработки из первой игры были доведены до совершенства однако остается только представлять какой survival хоррор вышел бы в то прекрасное время кстати карпентер мне так и не ответил хотя погодите и на этой немного грустной и задумчивой ноте данный обзор все и видео тоже все